здравствуйте уважаемые студенты сегодня у нас с вами начинается летняя практика полевая в дистанционном формате у нас с вами по плану первую очередь идет водная фауна беспозвоночных давайте начнем с водной части и так прежде чем разобраться с биологическим разнообразием гидробионтов надо вообще понять кто такие гидробионты в природе существует огромное разнообразие пресноводных экосистем которые населены различными водными организмами которые в общем-то и называются гидробионты сами же пресноводные экосистемы называют континентальными внутренними или поверхностными водами вообще существуют различные классификации пресных вод мы с вами остановимся на одной единственной которая разработана владимиром ивановичем жадиным в основе этой классификации лежит степень подвижности водных масс и так владимир иванович выделял два типа водных объектов это текучие или проточные и стоячие воды стоять стоячим водным объектам мы относим озера старицы рек пруды водохранилища болота временные водоемы или еще называют пересыхающими а к текучим водным объектам мы относим соответственно реки ручьи родники источники зависимости от гидрологического режима и концентрации кислорода в воде выделяют две группы гидробионтов первая группа это реофилы или реофильная группа к ним относят обитателей текучих водных объектов это в основном амфибиотические насекомые такие как паденки ручейники веснянки группе стагнофилов или стагнофильной группе относит обитателей уже стоячих водоемов здесь рассматриваются как правило жуки и клопы и многочисленные брюхоногие моллюски прежде чем мы приступим к обсуждению жизненных форм гидробионтов надо немножко разобраться с выделением участков в речных экосистемах и озерных представим что мы с вами оказались на силве которая очень активно меандрирует образуют извилины в силве выделяют несколько участков таких извилин сейчас я нарисую в первую очередь русловая часть русловая часть она наиболее низкая в речной долине и русловая часть характеризуется наибольшими глубинами в русле образуется система плюс перекат вот этот участок как раз называется плюс или плюсовый участок и следующий за ним участок это перекат почему важно разобраться с этими участками дело в том что в плюсе и что в перекате формируются свои гидрологические условия и в зависимости от этих условий здесь формируются свои биоцинозы соответственно плюсовый участок характеризуется наибольшими глубинами и пониженной скоростью течения и как правило мягкими грунтами и листыми или песчаные листыми или просто песчаными следующий участок перекат он характеризуется небольшими глубинами и как правило там присутствуют плотные грунты каменистые галечниковые каменист галечниковые или гравийные здесь тоже формируются свои биоцинозы что касается вертикальной зональности речной экосистемы здесь выделяют коренное русло это углубление ложь заполненная водой в межный период то есть когда как раз река разливается выделяют пойменный участок часть на ложе скрытая под водой как раз во время паводков в период межа не пойма пересыхает и находится выше уровня воды и отсюда в общем-то название происходит пойменная терраса выделяют еще участок над пойменной террасы это уже остатки геологических пород былых речных русел вот и в поперечном срезе нам важно с вами вот что узнать разобрать в поперечном сечении реки выделяют две зоны это зона репали которая является прибрежной зоной она характеризуется наличием зарослей макрофитов или высших водных растений и населяющих их организмами и вторая зона срединная зона это зона медиали она характеризуется наибольшими глубинами и скоростями течения ну и что касается вертикальной зональности озера здесь вам важно знать три зоны это литеральная сублитеральная и зона профундали что вообще важно здесь запомнить что самые богатые в видовом отношении биоцинозы в озерах формируется в литеральной зоне поскольку эта зона прибрежная мелководная и она граничит урезом воды и распространением макрофитов соответственно здесь формируются благоприятные условия для развития множества гидробионтов поскольку этот участок хорошо прогреваемый он очень укромный за счет высшей водной растительности в общем-то создаются все предпосылки для хорошей жизни и так теперь мы с вами плавно переходим к обсуждению жизненных форм гидробионтов давайте разберемся что такое жизненная форма жизненная форма это совокупность организмов обладающие сходными приспособлениями для обитания в определенном биотопе вот на схеме я как раз изобразила схему озерной экосистемы и здесь представлены три варианта биотопов это поверхностная пленка воды пелагеаль или толща воды а также дно или его еще называют бенталь давайте начнем с жизненной формы жизненных форм обитающих в толще воды в первую очередь это группа планктонных организмов и группа никто ных организмов сразу напишу первое это планктон и вторая группа никто н что это за жизненные формы и в чем разница разница в первую очередь заключается в том что планктонные организмы они не способны активно противостоять течению в толще воды они способны осуществлять миграции вертикальные или горизонтальные но активно сопротивляться течению они не могут как правило к планктонным к пелагическим организмам мы относим микроскопических ракообразных вы наверняка помните мы с вами на практике их рассматривали это веслоногие рачки это ветвистоусые рачки а также калавратки кроме того к пелагическим организмам еще относятся личинки некоторых донных беспозвоночных например моллюсков что касается никто на к нектонным организмам относятся такие организмы которые способны активно противостоять течению все вы знаете прекрасно что к никто но в первую очередь мы относим рыб но у нас с вами практика по беспозвоночным животным поэтому в качестве примеров мы приведем жуков жуки являются некоторые жуки являются нектонными организмами а также к никто но мы с вами можем отнести некоторых пиявок следующая группа организма в третье это бентоз бентозная группа группе бентоза относят организмы которые обитают в грунте частично в него взрываясь или полностью или на поверхности грунта как правило выделяют несколько размерных групп бентозных организмов имеем бентоз макробентоз микробентоз но на практике мы с вами как правило собираем макробентоз а если быть конкретнее макро зообентоз это организмы размеры которых свыше двух миллиметров к бентозным организмам мы относим моллюсков мы относим малощетинковых червей мы относим сюда амфибиотических насекомых таких как паденки веснянки ручейники и так далее что вообще еще важно сказать по поводу групп которые обитают у дна выделяют еще четвертую группу которая здесь к сожалению не представлена потому что границу с бентозом провести бывает сложно четвертая группа эта группа перифетон перифетон к перифетону мы относим организмы обрастатели как правило это те организмы которые поселяются на плотных субстратах и находятся чуть выше или выше дна выше бентали и к перифетоном организма мы можем с вами отнести некоторых моллюсков например речную дресену которая поселяется на плотных субстратах на гидротехнических сооружениях является серьезным обрастателем который наносит ущерб зачастую кроме того сюда можно отнести низших ракообразных и так далее так и у нас остались с вами еще две группы это группа и пи неистона и группа гипа неистона я напишу здесь пятая группа это пепи неистон и приставка эпи значит что организмы обитают над поверхностной пленкой воды и соответственно приставка гипа значит что они обитают под поверхностной пленкой воды границы распространения причем у них составляет около пяти сантиметров под поверхностной пленкой вы наверняка без труда можете сами привести пример представителей эпинистона это всем известная водомерка клоп водомерка кроме клопов водомерок сюда мы относим еще вертячик жуков вертячик у них имеются особые приспособления за счет которых они способны удерживаться на поверхностной пленке они удерживаются за счет многочисленных гидрофобных волосков которые расположены на бегательных конечностях или плавательных конечностях что касается гипа неистона суда относит ряд организмов обитающих под поверхностной пленкой воды примерно в толщине 5 сантиметров сюда мы относим некоторых представителей прудовиковых моллюсков физ также некоторых личинок двукрылых например кулицид что такого примечательного у этих организмов и как они приспосабливаются к обитанию в под поверхностной пленкой дело в том что у них имеется либо криптическая краска маскирующая их в воде либо у них покровы просто прозрачные и что в общем-то тоже их спасает от потенциальных хищников так ну с жизненными формами я думаю можно закончить повторюсь еще раз на летней полевой практике в придурале мы как правило рассматриваем организмы двух экологических групп это группа макрозообентоса и группа нектонных организмов но кроме нектона в принципе мы еще рассматриваем и перифетон частично тоже попадается так ну и в завершении нам надо с вами разобраться какими вообще каким оборудованием мы с вами должны пользоваться чтобы поймать организмы относящиеся к макрозообентосу в первую очередь мы используем на летней практике гидробиологический скребок что он из себя представляет он похож в общем-то внешне на сачок энтомологический но у него имеется жесткая металлическая рама с лезвием на которую нашивается мешок из сита газ сита и когда мы пользуемся этим скребком а пользуемся мы кстати им на небольших глубинах как правило на мелководье и на мягких плотных грунтах мы обязательно проводим скребком против течения зачем это нужно это нужно для того чтобы организмы все которые мы хотим поймать от вас не сбежали вот сами понимаете что если мы будем проводить по течению они от вас все быстренько разбегутся а тут мы их поймаем и что еще важно знать кроме гидробиологического скребка мы можем пользоваться еще дно черпателями различной конструкции самый известный дно черпатель петерсона мы им пользуемся на больших глубинах как правило и на мягких грунтах чтобы он смог сработать и поднять порцию грунта песчаного или илистого вместе с гидробионтами и в следующем видео мы с вами подробно рассмотрим как вообще правильно собирать пробу зообентоса гидробиологическим скребком по съемки длинный длинный